Всем привет! Кэсон, город в провинции Хванхэ Пукто на юге КНДР, бывший город с особым статусом прямого подчинения и столица Кореи в эпоху династии Корео. В городе расположен институт Сандо, имеется музей, театр, телецентр. Кэсон, древняя столица корейского государства. 10-14 ВВ В городе еще сохранились руины дворца королей Корео Манвольде вблизи промышленного региона Кэсон. Дворец был построен в 918 и разрушен в 1361 году. В 11 километрах к западу от Кэсона расположена могила короля Канмин. После разделения Кореи в 1948 году находился в составе Южной Кореи, так как был южнее 38-й параллели. Территория Кэсона, судя по ранним археологическим находкам, была уже заселена со времен Неолита. Артефакты, такие как керамика периода Чильман, каменные изделия и топоры, были обнаружены в пределах от горы Асон к Кэсон-Насон. Двустенная крепость Кэсона. На протяжении столетий Кэсон находился в руках разных государств и имел различные названия. Кэсон во времена Кагурё был территорией Маханского племенного союза и назывался Пусагап. В 475 году территория Кэсона была уступлена государству Пэкчеда юго-западного перевала Чуньон, перевала Чарён и бухты Асан и находился в его составе почти 100 лет. Однако, в 555 году древний Кэсон стал территорией государства Силла, которая находилась в ту пору под управлением короля Чинхана. После вхождения Кэсона в состав государства Силла, он был переименован в Санакун. По историческим записям Самгук-Саги, когда в 694 году, на третьем году правления короля Хёса, на территории тогдашнего Кэсона был построен замок, сам город называли Санжак. Поэтому считается, что Санжак – название древнего Кэсона. В конце IX века государство Силла начало ослабевать, что привело к периоду борьбы военачальников за власть. В 898 году Кэсон был захвачен Кунье, основателем и правителем государства Тхэбон, которое просуществовало сравнительно недолго. Но затем, в 919 году, Кэсон стал частью государства Карё, основателем которого был Ван Гон. На юге Санака Ван Гон создал новую столицу, которая включила также территорию Кэсона в Санаке под названием Кэджу. В 919 году Кэсон стал национальной столицей. В 960 году, на 11 году правления короля Кван Джона, город был переименован в Гэгён, а в 995 году, на 14 году правления короля Сан Джона, получил статус Кэсонбу. Кэсонбу – сочетание терминов Санакун и Кэсонгун, который до 1945 года отличал регион от Кэсони, Самен Кэпхунгун. В 1010 году, на первом году правления короля Хён Джона, почти все дворцы и дома Кэсона были сожжены во время Второй Корё-Кидынской войны. В 1018 году Каман Бу лишился статуса БУ и стал управлять тремя единицами Хён. Чан Джу, Ток Су, Кангам. В конце 12 века существовал период нестабильности как в самом правительстве, так и в сельской местности Кэсона. В 1198 году Ман Джок возглавил группу рабов, которые осадили Кэсон. Восстание было подавлено Цойчхунгхоном. Когда в 1392 году Ли Сан Гёс свергнул династию Корё и основал династию Часон, то он в 1394 перенес столицу из Кэсона в Ханян. Современный Сеул. После подписания 22 августа 1910 года договора о присоединении Кореи к Японии вошел в состав Японской империи. После окончания Второй мировой войны в 1945 году Корея была разделена по 38-й параллели, Кэсон оказался южнее демаркационной линии. Кэсон оставался частью провинции Кёнгидо до самой Корейской войны. В 1951 году Кэсон, который был частью Южной Кореи, попал под контроль КНДР и был сформирован регион Кэсон. В 1953 году в Кэсоне было заключено соглашение о перемирии в Корее, в результате которого новая граница между КНДР и Южной Кореей была видоизменена и прошла в этом районе не по 38-й параллели, а чуть южнее и город перешел в состав КНДР. Находится в демилитаризованной зоне, которая разделяет Корею на КНДР и Республику Корея. В 1955 году Кэсон стал городом прямого подчинения. В 1980-е годы город являлся центром текстильной и пищевой промышленности, а также важным транспортным узлом. Кроме того, здесь выращивали и перерабатывали женьшень. Находившаяся в городе фабрика художественной вышивки, выпускавшая украшенные традиционной вышивкой изделия из шелка, экспортировала свою продукцию более чем в 20 стран мира. В 2002 году был образован промышленный регион Кэсон как часть города Кэсона. В 2003 году остальная часть Кэсона, исключая промышленный регион, стал частью провинции Хванхэпукто. Находясь в центре Кореи, Кэсон является самым южным городом КНДР. Он граничит с уездами Кэпхун, Чанпхун, Пханмун и Кэнчхон. Остров Канхвада муниципалитета Энчхон находится чуть южнее, за пределами узкого канала. Он охватывает территорию в 1309 километрах. А городской округ окружен горами Сангаксан. 489 метров, Эпанмён. Центр города окружает маленькую гору Чанам, 103 метра, на которой находится статуя Кимырсена. В северной части Кэсона, окончание горная цепь Эхабирён создает самую северную границу города Кэсона. Этот цепь состоит из горч Хонма, 757 метров, Санго, Нёджи, 764 метра, Сувён, 716 метров, Чхэсок, 749 метров, Хваджан, 558 метров и Агван. Река Энджинган, исключая гористый северо-восточный район, большая часть территории Кэсона представлена холмами, высота которых не превышает 100 метров. Река Энджинган течет вдоль северо-восточной границы города, река Эсанган. Течет вдоль западной границы, кустью реки Ханган. Кроме того, эти две реки, малые и большие реки, такие как Самичхон, Варамчхон, Чхэкбачхон, Кэмсончхон и Сачхон впадают в Ханган. Речной бассейн расположен на юго-западе от Кэсона и лежит на широких алювиальных равнинах, таких как Пхундагболь, Сингванболь и Самсанболь. Геология состоит из протирозойского, кайнозойского и полиозойского пластов и мезозойского интрузивного гранита. Медра содержат золото, цинк, медь, флюорид, известняк и каолинит. Почвы включают в основном бурые лесные, тогда как территория, где протекают Ресанган, Инджинган и Ханган, состоит преимущественно из алювиальных и засоленных почв. 55% территории Кэсона покрыты лесами, 80% которых представлены соснами. Различные виды животных обитают в Кэсоне. 40 видов млекопитающих и 250 видов птиц. Климат преимущественно теплый и умеренный со среднегодовой температурой около 10 градусов. Самый холодный месяц, январь со среднемесячной температурой. 5,9 Си, тогда как самый теплый месяц, август имеет среднемесячную температуру, 24,7 Си. Среднегодовое количество осадков, 1,300-1400 миллиметров. Продолжительность холодного периода года длится 180 дней, самый длительный в КНДР. До 2002 года город прямого подчинения Кэсон состоял из одного города, собственно, Кэсон, и трех уездов. Чанпхун, Кэпхун и Пханмун. В 2003 году уезд Пханмун и часть Кэсона были отделены от города прямого подчинения Кэсон и на их основе был сформирован промышленный регион Кэсон. Оставшаяся часть Кэсона вошла в состав провинции Хванхэпукто в 2002 году. В настоящее время Кэсон поделен на 24 административных округа, именуемые Тон, а также на три деревни Ри. Достопримечательности. В Кэсоне находятся такие высшие учебные заведения, как Университет Карё Сан-Бюнгон. Легкая промышленность. Коммунистический университет и колледж искусств. Музей Карё расположен в Старой Конфуцианской Академии города и хранит много бесценных предметов искусства Карё и культурные реликвии, хотя многие из них копии, так как оригиналы находятся в хранилищах Корейского Центрального Исторического Музея в Пхеньяне. В Кэсоне, как в бывшей столице периода Карё, захоронены почти все короли из династии Карё, хотя многие из их могил недоступны. К западу от города, в уезде Кэпхун находится хорошо реконструированная могила короля Ван Гона, основателя династии Ван и государства Карё. В Кэсоне также есть могилы таких королей, как Фёджон, Королевская могила Солэн, Хёнджон, Ённэн, Санджон, Каннэн, Хёнджон, Солэн, Мунджон, Фённэн и Каннэн, Хёнджоннэн. В Кэсоне находятся всего две могилы королей, датируемые периодом династии Часон. Королевская могила Хунэн, принадлежащая второму королю Чанджону и королевская могила Чонэн, хранящая останки королевы Синой, жены основателя династии Часон, Лесангё. Две последние могилы, несмотря на то, что они принадлежат членам королевской семьи Часон, были исключены из списка всемирного наследия королевские могилы династии Часон, из-за того, что они находятся в Каэндэр. Кухня. Блюда, предназначенные для посетителей ресторана Таниль в Кэсоне. Так как Кэсон был столицей корёв в течение почти 500 лет, местная кулинарная традиция хорошо проработана. Роскошные блюда Кэсона сравнивают с шиком Сеульской и Челодоской кухонь. Кэсонская кухня считается разновидностью кухни Кёнгидо, так как до 1949 года Кэсон входил в эту провинцию, однако после Корейской войны Кэсон отошел северокорейской администрации, а Кёнгидо – южнокорейской. Посом кимчхи, кёнцу. Летние манду квадратные формы. Сенсола. Придворная рагу. Саландхан. Вываренная воловья нога. Чхуатхан. Суп с гольцом. Чарангид такук. Суп с ток. Умеги. Ток с сиропом. И кёндон. Шарики ток. Основные характерные блюда этой местности. Умеги, также называемая Кэсон Чуак. Это праздничное блюдо в Кэсоне известно своим нежно-ореховым сладким вкусом. Умеги готовят, замешивая рисовую муку с клейкой рисовой мукой на воде, каждый кусочек теста начиняют сосновым орехом или зизифусом, а затем поджаривают на масле и покрывают сиропом. Учитывая особенности, рельефа, климата и почв, Кэсон обладает выгодными природными условиями для развития сельхозпроизводства. Система водоснабжения имеет 18 резервуаров, включая резервуар Сандо, построенных для сельскохозяйственных нужд, а также имеет около 150 насосных станций и сотни водохранилищ. 27% территории Кэсона занято под сельхозугодья, на которых выращиваются главные растительные культуры. Рис, кукуруза, соя, пшеница, ячмень. Среди них рис занимает 60% от общего производства зерновых. Уезды Кэпхэн и Пханмун – главные регионы, выращивающие 70% риса от общего его производства. Кроме того, в Кэсоне хорошо развиты овощеводство и плодоводство, включая выращивание персиков, яблок и хурмы, а также скотоводство и шелководство. Выращивание персиков – одна из местных специализаций Кэсона, особенно белых, их производство занимает 25% от общего. Уезды Кэпхэн и Пханмун известны также из-за высокого качества корейского женьшеня, называемый кариоинсом. Обработка и экспорт продукции осуществляется в самих уездах. Кэсон – центр легкой и пищевой промышленности КНДР. Предприятия городского района производят обработку ювелирных украшений. Также в городе есть фабрики по обработке женьшеня и вышивки. Работают предприятия точного машиностроения, текстильная и фарфоровая промышленность. Со времен карио Кэсон был центром ремесел, таких как производство кариоинского фарфора, а также коммерция. После раздела корей текстильная промышленность стала основным занятием наряду с производством продуктов питания, товаров повседневного спроса и женьшеня в Кэсоне. Пищевая промышленность, как и текстильная, является основным занятием в Кэсоне, производя чан, приправы на основе сои, масло, консервы, алкогольные и безалкогольные напитки. Кроме того, в городе производится древесная смола, лесоматериалы, изделия кустарного промысла, фарфор, школьные принадлежности, музыкальные инструменты, очки. Фабрики и завода Кэсона производят сельскохозяйственную технику, а также осуществляют ремонт тракторов. К 2002 году город стал штаб-квартирой Центрального банка КНДР и его филиалов в уездах Кэпхэн и Пханмун. КНДР и Южная Корея совместно используют индустриальный комплекс промышленного региона Кэсон. Промышленный парк, построенный в 2005 году, использует свыше 53-х 400 северокорейских и 120 южнокорейских текстильных и других трудоемких фабрик и заводов. К началу 2013 года, примерно 887 южнокорейцев работало в индустриальном комплексе региона, которые в 2012 году по подсчетам произвели товаров на сумму 470 миллионов долларов. В настоящее время, из-за кризиса на Корейском полуострове там работает только 6 южнокорейцев. Туризм. Кэсон – главный пункт посещения иностранными туристами в КНДР, один из двух, которые могут посещать южнокорейцы. Многие достопримечательности периода Корея находятся в Кэсоне, включая ворота Кэсон Нон-де-Мун, Конфуциянскую академию Сангюнгон. Ныне музей Карео, мост Сан-Джук и павильон Пхёчхон. Менее известные достопримечательности включают в себя павильон Квандок, руины дворца Манвольде, храма Анхва, зал в Суньян и Макчон, обсерватория Кэсон-Шхон-Санде. Все построены в период Карео. В западной части города находятся могилы королей Канмина и Вангона, в 24 километрах к северу от Кэсона, крепость Тэхэн-Сан, а ее спутниками являются крепости периода Кагурео, которые были построены для защиты Пхеньяна. В этой крепости есть два храма, Кваным и Тэхэн. Знаменитый водопад Пакэн находится там же, а также недавно найденный высеченный из камня на горе Ченмасан Будо, датируемый периодом Карео. Большинство туристов в Кэсоне останавливаются в Кэсонской народной гостинице, в которой находятся 19 ханоков, корейских традиционных домов, с двориками. Сангюнгвэн – представительное образовательное учреждение в одном километре к северу от моста Санжукё в Кэсоне. Оно было основано в соседстве с Кукчидоном под именем Кукчагом. В 992 году во времена короля Санжона из династии Карё, подогревшего интерес к изучению конфуцианства в Корее. Это название было изменено на Кукхак. Во время правления короля Чхуньоли и относилось как Сангюнгон. В 1367 году, на 16 году правление короля Канмина, здание учреждения было отремонтировано. Такие конфуцианские ученые, как Лесек и Чон Монджу преподавали в Сангюнгоне. В 1592 году, на 25 году правления короля из династии Часон Санжо, Ким Юг возродил Сангюнгон, который сожгли японцы во время Индинской войны. Первая современная школа в Кэссоне была Ханён Саон. Или англо-корейская школа, которую основал Юн Чхихо в 1906 году при поддержке американских миссионеров мистера Вассона и мистера Кандлёра. Школа добилась признания генерала-губернатора Кореи в 1917 году и стала именоваться Высшая школа Сандо. В 1950 году школа стала школьным фондом Сандо с правом на открытие средней школы Сандо и фармацевтического колледжа Сандо, выпускниками которого стали 40 человек. Однако, когда началась Корейская война, фонд переехал в Инчхон. В 1953 году средняя школа Сандо и высшая школа Сандо были восстановлены и существуют по сей день. К 2002 году Кэсон имел 80 начальных школ, которые находились во всех Ри. Деревнях. 60 средних и старших, 3 колледжа и 3 университета, такие как Университет политики Сандо, Кэсонский университет образования, Кэсонский университет коммунизма. Кэсон связан с Пхеньяном и другими городами железной дорогой и шоссе. Главная железнодорожная станция города, Кэсон, находящаяся на линии по хромбусам. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok